Делегация консульства Китайской Народной Республики посетила Национальный университет Одесская юридическая академия. Главная цель визита – укрепить дружеские и международные отношения, обсудить совместные планы в системе образования. Такие встречи стали уже доброй традицией, а главное, они дают взаимовыгодный результат. Подробнее в сюжете моих коллег. Представители консульства Китайской Народной Республики посетили Национальный университет Одесская юридическая академия. Встреча президента университета Сергея Кивалова и заместителя генерального консула Китая Юйжун Чень – это очередное доказательство того, что украинско-китайские отношения в сфере образования продолжают активно развиваться. Президент высшего учебного заведения отметил, что Китай – это страна больших возможностей и сотрудничества в сфере образования. Одно из самых перспективных направлений. Китайскому языку особое внимание уделяется в Международном гуманитарном университете. У нас есть преподаватели, которые на факультете лингвистики и перевода готовят специалистов в области китайского языка. Мы этому придаем огромное значение. В Национальном университете юридической академии учатся граждане Китая, которые со временем получат специальность и психолога, и политолога, и юриспруденции. Я знаю, что наши выпускники сегодня занимают достойные места в Министерстве юстиции Китая, в прокуратуре Китая. Это очень важно. И сегодня мы открыли Международную академическую школу, и я с удовольствием хочу вам сообщить, что есть дети с первого класса, которые изъявили желание учиться китайскому языку. И нас это очень радует, потому что за этим будущее. Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет на протяжении многих лет собственными примерами укрепляют украино-китайское сотрудничество. Например, в мае 2019-го руководством Одесской юридической академии был подписан договор о сотрудничестве между Одесским вузом и издательским альянсом Народного университета в Пекине. А затем на выставке образования были подписаны меморандум о сотрудничестве между Одесской юридической академией, Международным гуманитарным университетом и вузами провинции Цяньси. Тогда делегация более чем 30 ведущих университетов Китайской Народной Республики посетили с визитом и в юрокадемию, и МГУ. «Здесь были действительно многие китайские делегации, особенно полтора года назад в Одессе была выставка образования, и ваше академическое, и гуманитарные университеты тоже приняли участие. Особенно я помню, господин Кивалов, он лично приветствовал китайскую делегацию. Китайская делегация, я подчеркиваю, потому что сразу же на выставку, тот раз, приехали многие университеты и институты. Были примерно 30, по-моему, из провинции Цяньси, и все эти, они были ректоры, проректоры, как руководство из этих вузов. Это тоже показывает тот факт, что дружба между нашими странами, между народами укрепляется и за год, и год. Особенно язык – это же как же мост дружбы между народами. Я думаю, что это очень важно. Во-вторых, китайский язык для студентов тоже перспективный, потому что Китай сныне быстро развивается, и многие студенты, с которыми я встречала, я им тоже задала вопрос, почему вам китайский язык более интересен? Он сказал, что китайский язык нам, наверное, это будущее. Отметим, что Центром международного образования и лидером Южного региона по количеству иностранных студентов сегодня является Международный гуманитарный университет. Здесь обучаются студенты из 48 стран мира, приезжающие в Одессу за качественными знаниями. Именно поэтому в 2012 году на факультете лингвистики и перевода открыто одно из самых перспективных отделений – китайский деловой язык, который пользуется большой популярностью у студентов. Китайский язык изучают и студенты колледжа МГУ. Преподавателями являются носители языка, волонтеры из Института Конфуция. Также студенты изучают каллиграфию, что помогает лучше понять культуру и традиции Китая. Студенты МГУ становятся победителями конкурса на лучшее знание китайского делового языка и проходят стажировку в вузах Харбина и Ухане. Также студенты факультета лингвистики и перевода регулярно участвуют в конкурсе «Мост китайского языка», который проводит Институт Конфуция. «Особенно то, что касается Одессы, наши студенты показывают хорошее знание китайского языка, побеждают в разных конкурсах на знание китайского языка. В прошлом году наша девочка заняла первое место, и она поехала бесплатно на стажировку на 10 месяцев в Китай, и китайская сторона оплачивает именно эту стажировку. Это здорово. Они будут нести сюда культуру, образование, науку китайскую». Китайский язык хотят изучать не только в университете, но и в школе. Ученики Международной академической школы Одесса тоже проявили желание изучать китайский язык. Изъявили желание изучать китайский язык, изучать китайскую литературу. Я вас официально приглашаю, если у вас будет возможность прийти и посмотреть, как преподается китайский язык в Международной академической школе. «Я лично очень уважаю господина Киванова, потому что он не только что такой известный, популярный политик, но и как же основатель образования, я думаю, лично. Он всегда обращает большое внимание развитию образования. Это тоже факт, что открыта Международная академическая школа Одессы. Это тоже факт, что всегда он делает свой личный вклад для дальнейшего развития образования. И все время готов делать свой вклад для дальнейшего развития международного сопротивления, особенно в домсестре развития, дальнейшего развития образования». Международное сотрудничество практически по всем направлениям – наука, образование, культура, спорт. Приоритетная работа для руководства Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Регулярные встречи и постоянный эффективный диалог с представителями дипломатической миссии стран-лидеров на мировой арене – лучшее тому подтверждение.